Ладненько А, кстати, интересно, мы на карте можем... А, мы карту не можем включить Обидно Минута 20 отставания от первого Ну, знаете, вот сейчас я реально почувствовал NFS Run, когда я тупо еду просто... Я просто еду вперед, и, блин, это одна большая долгая-долгая гонка Так, в NFS Run мы как бы, ну, перемещались по месту, да, то есть вы там с сотого места или с какого там, я уж не помню Потихонечку перемещались до первого То здесь, блин, вы тупо все время второй, но вы едете, 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 проезжая полстраны Единственный хороший плюс это то, что вам попутно открывается вся карта Мы доехали до следующего ориентира, минута 10 Это только четвертый ориентир, ребят Вы понимаете, да, шутку юмора? Это всего лишь четвертый ориентир Вот, когда там мы где-то к 25-й минуте подъезжали уже к последнему ориентиру То здесь мы на четвертый ориентир приехали где-то минуте к 12-й А вот, собственно, почему здесь нужны внедорожники Какой-то домик прикольный Прикольно Мне нравятся здесь деревья такие хорошенькие Выглядит все атмосферненько, классненько Приятненько на вид Единственное, знаете, вот мне не очень понравилось Как, например, сделано изменение машины То есть мы можем ее визуально менять Да, вопросов нет, но здесь это как-то скудновато сделано Вот, на мой взгляд, в NFS Carbon, несмотря на то, что я его не люблю и все такое В нем была самая офигенная настройка машины Которую я, в принципе, когда-либо-то видел Вот там вот была реально самая крутая настройка автомобиля Самая крутая Офигеть, нас еще с дороги пытаются сместить Едем по тоннельчику Кстати, а какие вы знаете интересные гоночки В которых, скажем так, по вашему мнению Были хорошие настройки визуальные По изменению визуального автомобиля Что-то я как-то уже заговариваться Начиная, просто трасса действует Очень специфически, мы уже 15 минут Считайте, едем прямо-прямо-прямо-никуда Ничего Низачем Для чего все это вообще надо? Знаете, так потихонечку человек сходит с ума Я даже не знаю Тут очень сложно поймать ритм какой-то по трассе Да, то есть вы пытаетесь вроде ехать и ехать И трасса тут же как-то изменяется Но это хорошо на самом деле Потому что если бы трассы были однообразные То есть по прямой в основном То это было бы совершенно не круто Да и кстати, вот живые потоки здесь Это очень классно на самом деле То есть ты как-то потихонечку учишь Маневрировать между машинами У тебя это не всегда получается Но ты учишься Вот в какой вот еще вот другой игре Вы видели, чтобы вот столько машин было Я что-то не припомню Хотя нет, знаю В Драйвер Сан-Франциско было такое, по-моему Там очень много иногда машин было Но там и другого типа игра на самом деле То есть да, она тоже гонка Но это, во-первых, гонка с сюжетом Вот, а во-вторых, эта гоночка все-таки немножко Более веселая По драйву именно То есть там все более классно происходит Там больше роликов Там одних катсинов, наверное Занимает из прохождения часа Три или четыре катсинов только Ладненько Сворачиваем на другое шоссе Сталкиваемся с бензовозом Естественно, его не переворачиваем Ничего страшного Ориентир! О, а кстати, потихоньку начинаю догонять Очень потихоньку Но начинаю догонять первого Водителя Он где-то уже, знаете, в непонятном для меня месте Я не знаю даже, где он Где-то очень далеко от меня О, смотрите-ка, ориентирчики стали ближе друг к другу Круто Возможно, мы и пройдем Вот огоночку до конца У меня просто появляются потихоньку мысли Знаете, ну ее нафиг, блин Я уже устал на пальце Пальцами жать на кнопочки Потому что реально Когда ты вжимаешь стиги Все остальное Это не круто Это Не весело Это затронство, блин Гоняет два часа к ряду, не отрываясь Ладненько Все ради вас, друзья мои Все ради вас Немножко паныли Можно переходить и К самой гонке дальше Так, сюда О, уже полтора километра до него Смотрите-ка, я его потихонечку Полигонечку, но догоняю Мы, походу, где-то в Нью-Йорке Наверное, я так понимаю Прости, чувак Я сломал тебе жизнь Из-за того, что сломал твою работу Там чувак пытался играть на гитаре Но мы его Чуть-чуть напугали Самую малость 45 секунд В принципе, даже появляются шансы Блин, а классный город Все-таки в Америке Классно Я не знаю, ну Мне, конечно, Москва тоже нравится Тут и мосты есть И приятно как-то, но Вот именно как город Москва очень специфи Дебил Заговорился Ой, дебил Видите, не надо болтать А если и болтаешь То надо болтать поменьше Все-таки болтовня немножко отвлекает Когда ты о чем-то задумываешься Ты уже не так сильно следишь за дорогой И Пропускаешь те или иные повороты Ой, ладно Так Значит, показалось ли Один из Пешеходов сказал Твою мать Да-да, здесь мы были Проезжали на той гоночке, где Наш напарник от нас отстал И потом мы ехали вот как раз В эту сторону Но сейчас нам В другую В принципе, разницы-то особо и нету Но Надо было проехать по той стороне Вот Опять мы снова встречаем Полицейский департамент Который здесь зачем-то припарковался Что-то изучает Проезжаем еще один ориентирчик Едем по направлению к мечте Мечте в то Что скоро мы доедем до финиша Во-во-во-во В тоннельчик В тоннельчик Что-то здесь совсем плотное движение Мне это прям совсем не нравится Ладно, давайте сделаем вот так Наша машина фактически не реагирует На изменения Дороги Я утрировал На самом деле реагирует Точнее мне показалось Что не реагирует Но Видите, оказывается все Наоборот Насколько же я отстаю все-таки От моего первого соперника На минуту опять Все-таки вот тот Момент С вылетом Мимо Меня подкосил Я очень сильно отстал от соперника Впрочем, я надеюсь, что мои соперники От меня отстают примерно так же Хотелось бы в это верить Хотя бы Да На 400 метров На 200 метров Но я отстаю где-то на километр Минимум Я даже не успел увидеть Насколько я там отстаю Так, лучше в машину, чем в бордюр Бордюр опасней Так Надо выровнять Автол Автомобиль Хорошо Мы его выровняли Мы же ем серию целую Продолжение следует? Нет, интересно Не знаю Так Это очень длинные гонки Знаете, то есть вот просто готовьтесь к тому Что если вы вступите в такую гонку Готовьтесь к тому Что вы будете тупо сжать На одни и те же клавиши Не переставая Более часа Боже ж ты мой Ну я утрирую, конечно, все более часа Потому что прошлую гонку мы прошли Где-то минут за 30 максимум Хотя на самом деле Минутом за 20 чем-то А вот с этой, конечно, придется Немножко попариться Потому что мы еще половину Даже толком не прошли А гонка все идет Гонка все идет И, видимо, не хочет кончаться совсем Кстати, здесь мы, по-моему, тоже ездили Когда проходили пвп Хотя Здесь все так похоже Здесь вроде трассы-то разные Но Вау Мы полетели-то Мне понравилось Ладно Вот я вижу, кстати, нашего Соперника Который на первом месте Трикаем и разница с ним Классно Немножко не то, что я хотел бы, но В принципе, нормально Но соперники, в отличие от меня, притормаживают Я стараюсь гнать именно И у меня не всегда получается Списываться в повороты Из-за этого Тут уже скорее мой косяк Нежели Чей-то Итак Два с половиной километра Я даже не вижу, где там следующий ориентир Видите, он просто где-то Я уверен, что мой противник, скорее всего, уже доехал до ориентира Вон, кстати, ориентир Нет, напрямую я к нему не поеду Мог бы, но Я боюсь, что я еще хуже Сделаю себе Знаете, так через лес поехал к ориентиру, заблудился Пока потихонечку все нормально, едем Так Блин, знаете бы сразу, сколько трассы по километражу Я бы тогда хоть представлял, сколько я буду примерно ехать по ней, блин Еще под такую специфическую музыку, конечно Ну окей Главное, я слышу рев мотора И он меня успокаивает Так Чем-то опять начинаю вроде более или менее Не, не догоняю Я, конечно, сократился с 800 до 300 Но В целом все примерно так же и остается Ладненько Гоняем О, кстати, здесь я гонял Здесь была Гоночка, где мы догоняли белый такой внедорожник Или гонялись на белом внедорожнике за другим Такой мы направо уезжали через поле Так Ох, твою ж налево Это было опасно по яблонево саду Типа, знаете, как в фильме Форест Гам Там нечто подобное было Только там деревьев разов В пять побольше было Продолжаем езду Вот на самом деле очень сильно обидно Если вдруг У меня вырубится запись Из-за нехватки свободного места на жестком диске Но если она вдруг вырубится Я могу вам пообещать, что я хотя бы выложу В дополнение к тому, что это будет Скрин о том, каким я пришел И сколько у меня это время гонка заняла Заранее извиняюсь, если вдруг произойдет такая фигня Что вырубится запись Мне бы, конечно, это очень не хотелось Но тут уже от меня мало чего зависит Просто терабайт занимается Фрапсом довольно шустро Примерно около двух Двух с половиной часов записи Фрапсом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok